Ну просто абсолютная норма. ЕГЭшные задачи немного отупляют. Вы были таким, как бы, ну, шаловливым. Да, да, да. Вздравить такой подход? Хвалю за такое решение, да. Только не уверен, что в ЕГЭ его оценят. Мне иногда физика кажется вообще просто такой, ну, наукой нелогичной. В принципе, у тебя всё не так, что уж и плохо. На самом деле, ПДВ интеграл. Интеграл я люблю. Сегодняшнее занятие для меня, а не для тебя. Здорово, ребятки! И сегодня мы будем снова пранковать репетиторов по физике. Идея заключается в том, что я притворяюсь новичком и туплю на каких-то простых моментах, простых задачах. А потом показываю очень сложное решение задачи второй части. Я прочитал ваши комментарии под предыдущим подобным роликом. И сегодня обязательно покажу вам реакцию преподавателей на то, что я на самом деле являюсь выпускником МФТИ. И уже преподаю сам в онлайн школе. А также уберу палевные элементы типа микрофона, доски, пересяду, в общем, на край своего стола. Вы увидите, как это выглядит. Там я прямо настоящий школьник. Проводить занятия сегодня для меня будут три преподавателя. Первый является студентом третьего курса МГУ физического факультета. Это главный университет страны. Второй это преподаватель с опытом более 50 лет репетиторства физики. А последний будет самым интересным, потому что он является магистрантом второго курса физфака МГУ. Сам в свое время в школе брал олимпиады и реально шарит. Посмотрим, смогу ли я удивить этих преподавателей. А перед тем, как я перемещусь на свое новое рабочее место, хочу сказать то, что по ссылочке в описании вы можете готовиться со мной к ОГ и к ЕГ по физике. Переходите, задавайте вопросы, читайте информацию, смотрите расписание. Ну а мы начинаем. Вот так это будет выглядеть, я теперь сижу на фоне стены, никакой доски нет, графического планшета не видно, микрофон я вот так вот отодвину, чтобы его тоже не было видно. Ну и все, перед вами обычный, самый обычный школьник. Включение из будущего забыл вам рассказать про свою предысторию, ну того, кем я притворяюсь, типа ученика. Мой персонаж до 11 класса, то есть в 10 классе вообще не планировал сдавать физику, но летом он познакомился с компанией крутых ребят, которые занимаются техническими науками, и там была одна девушка, которая очень сильно запала ему в душу, и вот теперь ради этой девушки он решил то, что тоже будет ботать и хочет поступить тоже в топовый технический вуз вместе с ней. Поэтому ему нужны, безусловно, очень высокие результаты, а цель у него великая. Цель это любовь. Ну что, погнали на первое занятие. Так, все, меня слышно? Все нормально, наверное, да? Да, да, слышно, да. В принципе, можно будет камера. Давайте, наверное, лучше включим. Вот, у меня она сломана, по-моему, она уже прована. Как только включая камеру, у меня просто дискорд окоп, и включается. Сегодня без камеры, ну вот. Пробуйте, просто, может быть, это с компьютера. Да, ну это с компа, не знаю, ладно. Давай пока. Мне просто так, ну, комфортнее будет намного, если мы будем с камерой. Давай. О, м, а, м. Да. Я ничего не подключал. Это занятие проведем так. А вы сегодня, то есть, без камеры будете, да, вообще? Да, да. Давай сначала познакомимся. Вы знаете, ну мне прям просто действительно так очень тяжело, если мы, ну, если я просто не вижу, меня родители так приучили, поэтому... Хорошо. Ну, давай тогда, наверное, на задачах, которые ты мне скинул, как бы начнем разбираться. Давай посмотрим. На самом деле задача такая, скорее, не тяжелая, скорее объемная. Это олимпиадная, да, задача? Ну, такая, да, она не егэшина не похожа, егэшина все-таки по-не попроще. Теплота, которую нужно подвести, чтобы нагреть там тело на такую штуку. А здесь примерно то же самое будет. А только, знаешь, мы не знаем, что я там тупанул. Нам вот, я тоже вот предлагал, потому что это я помню, вот из восьмого класса формулу, я предлагал на уроке такую формулу учителю, он мне сказал то, что таким мы пользоваться не можем, потому что там что-то меняется у газов, и, ну, я не понимаю, мы можем же в таблице просто посмотреть. Ну, вообще, да, там, да, я что-то как-то тоже тупанул, там у газов действительно может меняться С, а в зависимости от того, то есть у них может меняться, ну, С это теплоемкость, у них в зависимости от различных процессов может меняться С, то есть оно вообще как бы не постоянное, и вообще может как бы... Ну, а мы можем вот посмотреть просто в таблице, вот в этом процессе какая-то С. Да, чуть-чуть тоже сначала мне казалось, задача прям легкая, когда она уже... Ох, да, сложно. Мне вот интересно, кстати говоря, еще там же сложно учиться в МГУ. На физике точно сложнее. Я, в принципе, поэтому и пришел сюда, потому что я не знал, хочу ли я точно заниматься вот именно физикой, и не хотелось, знаешь, все свободное время тратить, вот только мне. Поэтому такой... Ну, я тоже думаю, просто да, как-то мне и с друзьями тоже хочется время провести. Я, ну, в том числе, как бы из-за них же начал заниматься физикой, и там, ну, с подругой, там, я не знаю, как-то вот на это время, чтобы оставалось, знаете, а то... Там с этим все окей. Да, сначала как бы там и пара много, но потом везде, типа, уже адаптируешься и понимаешь, что... Пара-то, в смысле, девушки и парни, в смысле? Не, не, я про то, что со временем, типа, адаптируешься и уже легче себе распределять время. Что-то, например, слово, там, пара, там, можно на нее, там, не ходить, условно, или может ходить... А, пара, в смысле, занятия? Да, занятия, да. Я слышал. Просто тоже не понял, почему парень с девушками... Я сначала думал, много парней с девушками, там, в МГУ, а потом они все адаптируются, как-то расходятся. Так, конечно, не хотелось бы, а то потом, со второго курса, там уже кто с кем начинает адаптироваться. Ладно, извините. Давай, так, теперь у нас порт, причем поршень массивный, а под ним находится один мольбель. Так, хорошо, давай. О, вот такие задачи, кстати говоря, где вот, ну, механика еще есть, у меня вроде бы, ну, получается что-то с ними придумать. Может быть, я сейчас попробую что-то записать, а вы скажете там, где неправильно, где неправильно. Ну, я вот попробую так же, как в механике, типа, вот здесь какая-то сила F1 со стороны газа. Вот, давай вот здесь я остановлю от неверного пути, потому что тут эта сила, у нас давление будет меняться, то есть, ну, помню, да, адапатный процесс, соответственно, там давление как-то по кривой меняется, вот так. Ой, а, кстати, вот так сейчас и подумал, смотри, ну, мне, я просто попробую сейчас буквально две минуты, ладно, если где-то, ну, как бы, просто не ругайтесь. Помню, давай. Ну, слушай, тут, конечно, интересно, что начальное давление, P1, вот температура на данный объем, а, ну, тогда да, да, P1, соответственно, вместо альфа ты можешь поставить P1V1 в степени гамма. И тогда вроде бы все ищется, все ищется, да, работа, E, да, да, слушай, все классно. Если цель все-таки EG, интегралы сразу нет, они просто не входят в школьную программу основную, кстати, не везде проходят интегралы вообще. В физику они точно не входят, и поэтому там придется очень много писать и пояснять. Это было не просто смело, это было пиздец. Еще кого-то сейчас осталось, минутка, давай хотя бы посмотрим, что у нас с последней задачей. Ну, в принципе, можем закончить, я просто могу рассказать, что я на самом деле препод в онлайн-школе, стоп-бальный репетитор, может быть, ты слышал про такую. А ты, блин, мне просто интересно, бальный репетитор, ты у Сани болит, да? Ну нет, я веду отдельно курсы ОГЭ и 10 класса. А ты, Санька, знаешь, да? Ты занимался? Блин, меня. Ты занимался у него? Я у него работал. Работал куратором? Да. Круто. Вот так встреча. Ты думаешь, что у меня так вебку-то попрашивали? Да вообще пипец. Знаешь, как это, как это, типа, неловко. Когда человек не работает вебка, ты такой, нет, мне нужно, мне, мне... Ладно, спасибо тебе, я так понимаю. Тебе спасибо. Блин, я в этой задаче, когда показывал интегрирование, взял не те пределы интегрирования. Но он, вроде бы, даже этого не заметил, ему было особенно неважно. У него там у самого были небольшие проблемки с решением задачи. Слава богу, я его спас. Ладно, я пошел на свое второе занятие с очень опытным преподавателем. Мне даже немного волнительно. Обычай такой. Я учеников называю на ты, они все-таки ученики, а ученики меня зовут Владимир Вуид. Устраивать такой подход? А куда девушка собирается? Ну, пока тоже непонятно. Они там вообще в Олимпиадах участвуют? Может быть, она вообще в МФТИ будет поступать? Я не знаю. В МФТИ, я к этому вузу отношусь с неким предубеждением, что в МФТИ сложно. Я туда поступал, в МФТИ. Там экзамены были раньше, чем в МФИ. Ну и, короче, я два экзамена сдал. А мы с моим другом пошли туда сдавать экзамены. Я говорю, что-то мне здесь не нравится. Какие-то все ходят постриженные, а мы тогда ходили как Битлз. Все ходят какие-то постриженные, вот, в брюках до колена, а мы тогда уже в джинсах ходили. Вот, я говорю, что-то мне здесь не нравится. Колька говорит, слушай, мне тоже пошли документы забирать. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать. Вы были таким, как бы, ну, шаловливым, движовым таким, да, человеком? Да, да, да. То есть ты определяешь площадь треугольничка вот верхнего, так, до оси Х и определяешь площадь треугольничка нижнего под осью Х. И вот их сумма, это будет путь. Ну, а площадь как определить? У верхнего треугольничка площадь это 15 умножить на 3, поделить на 2, так? А у нижнего треугольничка площадь это, соответственно, 10 умножить на 2, поделить на 2. А вам больше физика или математика нравится? Ну, я вообще-то в МИФИ закончил. Значит, физика... Ответ понятен? Значит, физика, да? Вот, да. Мне иногда физика кажется вообще просто такой, ну, наукой нелогичной. То есть в один момент что-то одно, в другой момент что-то другое. Где-то что-то пренебречь нужно. Нет, нет, нет. Физика очень логичная наука. Может быть, просто где-то ты пока еще не до конца осмысливаешь вот эти вот моменты. А физика, наука очень логичная. Математика, конечно, она еще логичнее. Потому что там все строго. Если логику до конца осмыслил, то странного там ничего как раз в физике нет со всеми этими пренебрежениями. Потому что... Но если у тебя расстояние километра, а речь идет о миллиметре, он тебе интересен этот миллиметр? В какой-то ситуации да, в какой-то нет. Он никогда не интересен, если речь идет о километре. Ну вот там, как бы, с точки зрения, получается, фазы электромагнитной волны, он может быть интересен. А с точки зрения амплитуды не интересен. Ну ладно, это отдельная дискуссия. Короче говоря, в физике все просто. Так, тележка, прикрепленная к горизонтальной пружине жесткостью 200 ньютон на метр. Совершает свободные гармонические колебания. Максимальная скорость тележки равна 3 метра в секунду. Какова амплитуда колебаний тележки? Массы колес можно пренебречь. Это будет, так тут, корень 20, 0, 15. Так, что-то мне ответ не очень нравится. 0,5 поделить на 2, это сколько будет? 0,125, правильно? Десятка в числителе выходит из-под корня. А 0,125 у нас корня-то и нет. 0,05 делить на 2, это то же самое, что 1 делить на 400. 1 делить на 400, это под корнем, это 1 делить на 20. 3 делить на 20, это 0,15. Ладно, хорошо. Так, Егор, значит, что я тебе могу сказать? В принципе, у тебя все не так-то лучше плохо, хоть ты не занимался физикой. Я вам, если мы сейчас заканчиваем, должен признаться, что я сам тоже преподаватель в онлайн-школе. И такие занятия я беру просто, чтобы запечатлеть эмоции преподавателей, когда я сначала притворяюсь человеком, который плохо разбирается в физике, а потом показываю какие-то сложные решения, ну и получаю какие-то реакции от преподавателей. Вот это интересно, смотреть людям. Было бы приятно с вами поговорить, интересно. Но заниматься дальше, конечно, я не буду. Не будешь, да? Нет, нет. Почему? Ну, потому что я это все знаю, я же сам преподаватель тоже. Ну, то есть мы не занимаемся? Да, да, да. А что ты все знаешь? Э, ну, всю школьную физику. Ну, и что тебе не понравилось в моем подходе? Не, мне все понравилось. Тут просто идея была, ну, не в том, чтобы получить знания, а в том, чтобы запечатлеть какие-то ваши эмоции, там, удивленные, или это от того, что как бы вот человек, который притворяется школьником, что он, там, что, что как бы школьник решает такими методами нестандартными. А для чего это нужно было? Ну, для того, чтобы потом показать, там, людям, чтобы тоже они порадовались, что вот там, ну, кто-то, кто-то удивляется, все время же интересно смотреть за тем, как кто-то удивляется, там, восхищается, и так, ну, позитивные эмоции, они, как бы, вызывают в других людях тоже позитивные эмоции. Удивление-то всегда хорошо. Ну, понятно. Нет, ну, вуст какой-то закончил? Да, да, МФТ я закончил в физтех. А, ну, понятно, все. Все понятно. Ну, сейчас там как? Народ ходит в тех же коротких штанишках? Там, нет, и там есть разные сейчас люди. Блин, как же он покоробил мою физтеховскую душу. Но, на самом деле, преподаватель оказался таким очень движовым и веселым. Мне понравилось с ним болтать. А если вы тоже хотите в коротких штанишках и постриженными оказаться на физтехе или в МГУ, поступить в топовые вузы, переходите. Я напоминаю вам еще раз, что там есть ссылочки в описании. Можно заниматься и готовиться со мной к ОГшке и к ЕГшке по физике. Идем к очень-очень серьезному оппоненту. Это шестикурсник МГУ. Магистрант. Погнали. То есть, с термодинамики сейчас начинаем. Ну и электричество и так далее, да. Первую часть посмотрим в термодинамике, потому что даже там встречаются сложные задачи. Предлагаю перейти на доску. Должно получиться через доску. Если не получится, могу демонстрацию экрана. Давайте. А у меня, кстати говоря, я взял тоже у мамы этот, как это называется? О, графический планшет. Да, графический планшет, поэтому я, наверное, тоже смогу что-то даже писать. Это будет еще эффективнее, да. Задача как будто бы даже не про первый закон термодинамики, а про... Про изопроцессы, да? Может быть, сразу узнается, что это за изопроцесс? Что сохраняется? Давление, объем или температура? Давление, объем или температура. А это график у нас вообще... Что за график это? Закон Гей-Люсака. Один ученый немецкий, допустим. Все. Хорошо, что они два разных. Да. МГУ советуете? Или там очень сложно? Наоборот даже говорят. Ну вот, когда я поступал, говорили, МФТИ там как раз для очень жестких людей. А МГУ попроще? Будет побольше свободного времени? Ну, в принципе-то так и есть, да? А что такое побольше свободного времени там, ну, как-то с друзьями, там, с девушкой? Ну, есть возможность время проводить в каждую неделю? Конечно, точно, да. То, что есть возможность ничего не делать посередине семестра, и проблемы будут, конечно, в конце семестра, да? Там, с сдачей экзаменов. Но все равно можно сдать, там, подготовиться за неделю. Да, можно, можно. А вы так делали? Ну, бывало, да. Одно и то же постоянное количество газа расширяется из объема P1, V1 до объема V2 при том же давлении. А, то есть, это не один и тот же процесс, это вот первый путь вот так изобарно расширится, а второй путь это адиабатические. Ну, это доказывается, там, через интеграл, да? P2, V, на самом деле, P2, V, интеграл. Интеграл я люблю. Я вообще, ну, вот мне кажется, что эти задачи, это вообще какой-то иногда просто бред подсовывают, а его, ну, друг с другом пытаешься соединить, оно вот, ну, я тоже вот так формулу, допустим, запишу, и что дальше с ними делать, непонятно. Ну, то есть, вот это тоже у нас есть, но это уже написано, мы с этим ничего не сделаем. Она нужна это использовать. Надо вот держать в голове мысль. Использовать надо. У меня в голове то, что мы должны использовать то, что вы написали вот это все. А как это использовать? Здесь вот нет никакой логики, просто мы просто пишем какие-то законы, друг с другом их пытаемся связать чисто математически. Это, ну, это как-то, это тупо просто. Ну, такое вот в Олимпиадах используют. Ну, то есть, это на задачу, на логику какая-то, да? На поставление величин. А Олимпиадами тоже занимались? Ну, немного, да. Ну, вот физтех. Да, физтех, все правильно. Такой, не самый сложный уровень, да. А физтех, это же МФТИ, да? Да, да. Да, то есть, вы как бы, у них дипломчик, а его в МГУ. Да, правильно. Ну, там же это, 100 баллов дают за дополнительные вступительные испытания. Забрать у богатых, а нести бедно. Типа того. Под закрепленным поршнем вот такой массы и такой площади находится один моль, поршень отпускают, и газ начинает расширяться. В процессе расширения высота увеличивается. Определите скорость в конце подъема. Пока даже непонятно, это решаемая задача? Ну, это как пружина. Да, может быть, я тоже попробую. Тоже как-то вот. Ну, обычно, вот такие, там, где есть механика, мне намного проще, потому что там я хотя бы понимаю, от чего оттолкнуться. Вот закрепленный поршень, его кто-то держит. Да-да-да. Потом получается, ну, там у него масса, понятно, есть это все. Я бы попробовал сделать так. Я бы взял силу. Окей, вот смотри, когда у тебя есть возможность на ЕГЭ именно продемонстрировать вот знания, либо такого метода, либо знания более простого метода. Ты бы выбрал... Я бы выбрал тот, который привел меня к ответу, если честно. Все, ну, тогда хвалю за такое решение, да. Только не уверен, что в ЕГЭ его оценят. Ну, так. Ну, да. Ну, только я должен признаться, что я на самом деле препод в онлайн-школе. Стобальный репетитор слышал про такую. Да. Про Саню Ибонита слышал. Вот, я тоже в стоп-бальном репетиторе преподаю, готовлю к физике, там, ну, КОГЭ и КЕГЭ в десятом классе. Это была, получается, экспертная оценка. Нет. Ну, вообще, это просто, типа, фановый видос. Черт-то, да, да. Спасибо за это. Тебе тоже спасибо. Ну что, вот такой получился видос. Ставьте лайки, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал. Как только на видосе наберется 10 тысяч лайков, если вы набираете, то я сразу же выпускаю следующую часть пранка над репетиторами. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.